Всем привет, ребят, с вами Акаки, и сегодня мы с вами поиграем в Майнкрафт, и как всегда, в необычный... А необычное тем, что сегодня мы с вами взломаем Майнкрафт. И это неудивительно, ведь я добавил хакерские предметы в Майнкрафт, которые помогут нам пройти... Майнкрафт? Да? Мы с вами получим X-Ray, способность летать, и ещё много других прикольных способностей. А для того, чтобы нам их скрафтить, нам потребуется всего лишь две вещи. Поставить лайк и подписаться на канал. И всё, в принципе, после этого мы с вами сможем спокойно взломать нашу любимую прекрасную игру под названием Майнкрафт. Эх, какая красота. Хоть прямо сейчас ставь на рабочий стол. Во, вот это можно. Ну, а перед тем, как мы с вами отправимся, нужно совершить наш ритуал. Хакерские предметы это очень-очень хорошо. Но для того, чтобы нам их скрафтить, нужно сначала добыть обычные материалы и сделать первоначальные инструменты. Поэтому добываем себе брёвна. Ой, а я уже кирку сделал. Ну тогда ладно, добываем сразу же булыжник себе. Каменная кирка. Каменный топор. Но сделаем ещё печку, пусть на всякий случай она у нас будет. Это мы с вами можем уже выкинуть и отправляемся на поиски деревни. Мне было бы неплохо сейчас найти какую-нибудь еду, найти голема, найти железо, найти жителей, найти деревню, найти железо, найти голема. В общем, не так уж и много у меня задач, оказывается, сначала. Деревня найдена, даже снопы сена я уже нашёл. Я как раз таки уже кушаться хотел. Так, в этом доме что у нас есть? Ещё один сноп сена. Зачем, правда, его в доме хранить, я не знаю. Сейчас бы нам ещё голема найти, было бы вообще прям замечательно. Но пока что можно... Опачки! А вы посмотрите, как всё теперь выглядит! Рождественские сундуки! Это что, Новый год у нас скоро с вами? Или Рождество? Как правильно? В Майнкрафте явно Рождество будет, а у нас Новый год с вами. Кстати, как вы его будете праздновать? Обязательно напишите сейчас в комментариях. Я вот даже не знаю, как буду праздновать. Наверное, посижу дома. Такого количества мне должно хватить. Так, голем, слушай, у меня к тебе есть вопрос. А сможешь ты меня догнать или нет? Ой! Так, главное не промазать, не промазать, не промазать. Всё, отлично. Слушай, а ты не успел меня догнать. И всё, я наверху, ты мне ничего не сделаешь. Слушай, ты это прости меня за то, что я каждый раз железо добываю. Я не успел тебе это сказать. Но 4 железных слитка подойдёт. А в деревне ещё что-нибудь полезное есть? Может, здесь где-то... Опа, лучник есть. Он как раз-таки продаёт стрелы. Стрелы мне потребуются. А ещё что-нибудь клёвое здесь у вас есть. Там, не знаю, ещё сундук какой-нибудь. Вижу только уголь. Нет, ну уголь это в принципе клёво. Пока что он мне, конечно, не потребуется. Но в дальнейшем мне придётся переплавлять очень много железа. Поэтому его сразу надо набрать очень много. Надо бы ещё броню себе сделать железную. Очень много дел у меня. Даже плавильня здесь есть. И, пожалуйста, здесь сундук. Нету его. Ладно, пока у нас есть с вами время, быстренько сделаем себе очень много хлеба. А, 63, пойдёт. И раз у нас сейчас с вами есть железо, мы с вами сделаем сразу кирку себе. И раз есть возможность, сделаем себе щит. Ну всё, мы с вами молодцы, мы с вами шикарны. И где-то здесь была шахта. Где она была, только я уже забыл. Но так или иначе, я вот здесь уже что-то вижу. Это не шахта. А вот здесь уже кажется что-то похожее. Ладно, главное аккуратно спуститься. Опачки, здесь сразу эндермен есть. А ну-ка, а что ты мне сделаешь? Ты вот не сможешь залезть. Подождите, там ведьма что ли? Да, там ведьма. Ой, медлительность. Ладно, главное в воде оставаться. Что с неё выпало? Две палки. А где эндермен? Он убежал что ли от меня? Ну ладно. О, ты чё меня так пугаешь? Выпал даже эндерперл. Пойдёт. С самого начала ей прям такой хороший лут. С ведьмы упала палка, с эндермена эндерперл. Везёт так везёт. И я как раз таки нашёл уже железо. И медлительность у нас ещё будет секунд 40 примерно. Это конечно не есть хорошо. Ну а что делать? И тут тупик. Ай. Да это было больно. Опа, здесь уже даже крипер есть. Вы мне не должны мешать, пожалуйста, не мешайте. Уголёчек ещё вниз. За мной уже бежит. Не мешай. О, даже картошка выпала. Удача прям на максимум, я смотрю, у нас. Ай. Сколько у меня железа? 12 штук. Мне этого не хватит. Я слушал ещё одну ведьму. Где она ходит? Она выше что ли? Ладно, тогда здесь безопасно. У нас 42 железа уже есть. Мне кажется, этого мне должно хватить. Окей. Достаем нашу плавильню. Ставим и получается 42 железа. Это нам нужно 6 уголька. Ладно, всё. Пусть пока у нас здесь всё переплавляется. А мы с вами посмотрим, что здесь ещё у нас есть. Может, где-то я проход профукал. На какой мы, кстати, с вами высоте? На 30-й. В принципе, можем тогда копаться вниз. Сделаем тогда здесь такой проход, чтобы, если что, не потерять нашу плавильню. А то не очень охота этого делать. Стоп. Здесь шахта есть. Она даже отравление на меня накинула. Слушай, ну я так не играю. Не нравится мне так. Главное здесь заблокировать проход, чтобы, если что, пауки до нас не смогли добраться. Как там наша плавильня поживает? Всё хорошо, всё отлично. Но мне кажется, уже пришло время начинать что-либо крафтить. Какие-нибудь хакерские предметы. И у нас как раз-таки сейчас хватает железных слитков, чтобы сделать первую вещь. Ну, точнее, материалы, которые нам потребуются для того, чтобы создать хакерский предмет. Для этого нам потребуется 12 железных слитков. И выкладываем их таким образом, чтобы можно было скрафтить себе ведра. Теперь нам нужно найти 2 источника воды, а также 2 источника лавы. И пока у нас всё-таки есть с вами возможность, сделаем себе шапочку для душа, сделаем себе нагрудник. На штаны мне не хватает. Броня практически у нас готова. Поэтому можно сделать себе, наконец-то, железный топор, а также железный меч. Правда, досок у меня очень мало остаётся. Одну мы должны с вами сберечь 100%. И пока не будем тратить время, здесь есть источник лавы. Так, главное здесь как-то аккуратно пробраться, чтобы не загореться ещё самому. Окей, там не пробраться. И железо у нас как раз-таки всё переплавилось. Ладно, побежали отсюда. Водичка, а ну иди сюда. Ты мне нужна. Это мне показалось или рифма сейчас была? Повезло. Ай, тебе сейчас больно было. Ладно. И последний источник воды. Иди сюда. А теперь остаётся самое сложное. Это добыть... А, не-не, это не самое сложное. Лаву здесь легко уже достать. Отлично. Всё, что нам нужно для крафта хакерского предмета, у нас уже с вами готово. Берём наш верстак. И выкладываем таким образом ведро воды. Закинываем самый низ по бокам. Ведро лавы чуть выше. И у нас получается книга знаний, которая превращается в хакер-бутс. Которые позволяют нам что делать? Где здесь написано? Что означает, мы с вами можем ходить по жидкости. Причём по любой. И даже по лаве, смотрите. И самое интересное, если мы падаем в лаву, то мы с вами не получаем урона. Это просто замечательно. И даже как-то быстрее начали передвигаться в воде. Неплохо. Это очень и очень полезный предмет. Следующее, что нам потребуется с вами добыть, это песок. Который мы с вами сможем найти, наверное, только на поверхности. Поэтому придётся сейчас подниматься. Опа. А вот и он. Нам потребуется три штучки всего лишь. Ставим нашу печку, закидываем песок, закидываем один уголёк. И всё. Кстати, пока у нас есть время, наверное, мы с вами добудем ещё немножечко сей брёвен. Которые всё равно нам потребуются. Вдруг там у нас предметы какие-нибудь сломаются? Ммм, обидно будет. Там эндермен. А ну иди сюда. Не реагирует на меня. Обидно. Три стекла у нас с вами есть, и мы можем сделать следующий предмет. Который называется... Книга знаний. Ладно, я пошутил. Это называется X-Ray Stick. Который работает следующим образом. Как вы уже поняли, эта балка даёт нам X-Ray. И для того, чтобы им воспользоваться, нам нужно отправиться обратно в шахту. И желательно нам вообще найти хотя бы ещё, наверное, два алмаза. Не-не-не, три алмаза. Да-да-да. Вот такое количество прям идеально. Мы с вами находимся уже в шахте. Давайте спустимся даже чуть пониже. Ай, вот это было больно. Вот единственный минус. Теперь очень неудобно спускаться в воде. Падай. Не хочет падать. Всё, спустились. О, как раз такие алмазы. О, чё? Так, вот это сейчас было страшно. Я не понял, почему я подлетел сейчас, но... А-а-а, потому что если на нас в воде кто-нибудь стреляет, мы с вами сразу подлетаем. Вот это вот мне не надо, не надо стрел... О, ладно, сейчас не подлетели. А вот сейчас подлетели. Зато выше забрались. Всё нормально, вещи мои на месте. А что, вы думали, я всё потеряю? Не-е-е, так быстро я не потеряю. Надеваем всю нашу броню. А где ботинки? Э, где ботинки? А, вот они. Берём нашу X-Ray палку. Где моя железная кирка? И как-то всё работает. Мы с вами подходим куда-нибудь вот сюда, например, нажимаем правую кнопку мыши на булыжник. И у нас всё превращается в стекло. Таким образом и работает X-Ray. Конечно, есть один минус. Очень маленький радиус. Но всё равно это очень-очень даже полезно. Алмаз мы с вами смогли забрать даже. И находимся мы с вами сейчас на 18-й высоте. Так что нам нужно спускаться ниже. У-у-у! Нормально. Нормально, живём. Так, мы с вами сейчас на 10-й высоте. Нужно просто в ту сторону копаться, и всё будет отлично. Да неужели я нашёл эти алмазы? Главное сейчас как-то аккуратно всё здесь скопать. А вот теперь опасно. Значит так, это... Опа. Нет, я потерял. И это тоже потерял. Ммм, ладно. Неплохо тогда было алмазы. Три алмаза у меня есть, и теперь мне остаётся только одно. Точнее целых две вещи. Для начала нам нужно понять, как сделать вообще арбалет. Здесь книжка рецептов. Арбалет. Ага, железный слиток он у нас есть. Палки три штуки есть. Крюк. Как делается крюк? А мы крюк с вами можем сделать. Всё, он у нас готов. И остаётся только две нитки. Ах, вот с этим уже будут какие-то проблемы. Придётся либо сейчас ждать ночи, либо же отправляться сейчас в шахту. Но в шахту мне не очень охота идти, поэтому, наверное, просто подожду ночь. А вот и враждебные мобы начали появляться. Так, стоп. Уйди отсюда. Нужно найти пауков, но я их что-то не вижу. Где они все вообще? Так, одного вижу. Ничего не выпало. А это я могу как-то переделать? Нет, не могу. Выпало. Сколько? Две штуки как раз таки. Отлично. Всё, можно идти спать. А я, наверное, даже вот так сделаю. Опа. А что, попадёте? Не попадёте. Ух, всё, можно лечь спать. Где мой верстак? Пора делать арбалет. Как только он там делается. Так, 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 так. И что-то ещё. Точно. Железный слиток. Всё, арбалет у нас с вами готов. И следующий предмет, который мы с вами сделаем, нужно всего лишь нам взять один арбалет, один алмаз. Всё. У нас получается книга знаний, которая превращается в обычный арбалет. Скажете вы, но на самом деле нет. Он у нас всё время заряжен. И самое интересное, даже стрелы не тратятся. И мы с вами даже можем новые подбирать. Ну-ка, давайте застреляем всех. Видите, это просто убийственная вещь. И урон, кажется, у нас здесь повышенный. Зря. Зря я это сделал. Нам даже дёрн выпал. Отлично. Нам бы ещё алмазный меч сейчас сделать. Всё-таки надо будет как-то с драконом драться. И от всего лишнего ещё избавиться. И у нас с вами остаётся последний предмет, который мы с вами можем скрафтить. И делается он очень-очень просто. Добавляем доски, шерсть, булыжник и дёрн. Нет, дёрн не подойдёт точно. Земля же нужна. О, а так-то намного лучше. Хотя, стоп. Нам же дуб нужен. Ух, что-то я слишком сильно туплю. Да, у нас получилось. И это у нас хакер-бридж. И как же он всё-таки работает? Переводится он вообще как хакерский мост. И да, мы теперь с вами можем ходить. И мы с вами никогда больше не упадём. Можем подниматься на любую высоту. И с нами всё будет отлично. Но если мы с вами вдруг уберём этот блок. Всё, мы начинаем с вами падать. В принципе, ничего удивительного. И есть у этого всего одна особенность. Дело в том, что когда мы с вами скрафтили этот хакерский мост. И начали ходить. У нас появился портал Вент. Мы прямо сейчас с вами можем отправиться в Вент. Победить дракона. И портал вот он. Нам достаточно просто сюда прыгнуть. Ух, и теперь самое сложное. Нужно добраться до дракона. Хотя в этом ничего сложного нет. У нас есть арбалет, который бесконечными стрелами стреляет. И им даже перезарядка не нужна. У нас с вами есть мост, который поднимет нас на любую высоту. Так что нам остаётся просто бегать и настреливать этого дракона. Слушай, дракон, мне даже как-то скучно становится. А мы так сможем попасть? Попали. И остался последний. Всё, дракон, у тебя защиты никакой нету. А ну-ка, давай спускайся. Мы как будто с вами чисто из пулемёта стреляем в него. Слушай, дракон, я по идее должен был какие-то оскорбления в твою сторону придумывать сейчас. Но знаешь, мне так лень. Так, нам надо уже спускаться. Главное, аккуратно спуститься и не разбиться при этом. Ой, он уже улетел. Ладно, давайте тогда будем спускаться. Потому что так будет нам намного безопаснее. Главное не умереть здесь. А узор неплохой, я смотрю, у нас получился. Так, он уже летит, приземляется. А ну иди сюда. А ну иди сюда. Сейчас быстренько по голове тебе надаю. Неплохо урон идёт. Четверть хп у него осталось. И быстрее достреливаем. Он даже лететь не может, потому что стрелы его блокируют. Всё. Это было слишком легко. Ну, естественно, предметы хакера. Ух, я уж думал, этот эндермен на меня пошёл. Так, ладно, давай, отдавай весь свой опыт. Он даже всё равно криво полетит. Так, главное, чтобы ничего в портал не упало. Упало. Ну ладно, не так уж и много. Какой уровень, какой уровень, какой уровень, какой уровень, какой уровень. Эм. 66-й. Ладно. Всё, прыгаем. Ну что, ребят, на этом мы с вами с вами будем заканчивать. Если вам понравился данный видос, обязательно ставьте лайк, подписывайтесь на канал. И, конечно же, жмякайте на колокольчик. И не забудьте друзьям рассказать. Ну, а с вами был Акаки. Ещё раз всем спасибо за просмотр. Всем пакедова.